Конечно, пойдем. Потому что есть вопросы, которые надо решать. Так господин Константинов что сказал, когда приедет госпожа Маясанду? Он пригласит свою группу из 18 депутатов или все народное собрание? Я думаю, что он должен пригласить все народное собрание. А вы с ним говорили об этом? Нет, об этом речи как бы не было, но я думаю, что должны присутствовать все депутаты. У кого есть вопросы, у кого нет вопросов, но присутствовать должны все. Вы пойдете на эту встречу? Конечно. Я считаю, что я должен быть там. Потому что я не раз делал заявление в народном собрании. И ни на одно заявление не получил ответа. И поэтому у меня накопились вопросы, которые я бы хотел бы понять. То есть иметь понимание, будут ли решаться эти вопросы или не будут решаться. Например, какой вопрос вы хотите задать, какие вопросы вы хотите обсудить с президентом страны? Ну, первое, это газовая проблема. Вообще, как намеренно ее решать? Чтобы люди понимали, что мы делаем дальше. Ну, как бы она объявила, как она будет решать, что это не экономический вопрос и что это не вопрос президента? Как это не экономический вопрос? Нет, она сказала, что это экономический, но не вопрос президента. Что Молдова не будет отдавать свою независимость в обмен на дешевый газ. Значит, президенты других стран и премьер-министры решают эти вопросы, а наш президент не решает. То есть здесь я считаю, что это неправильно. Вопросы газа – это первый вопрос. Потому что, ну давайте так возьмем, мы вот как на юге, у нас аграрный сектор преобладает. Так вот, тоже те же зерновые, они сушатся с помощью газа, да, на зернохранилищах. Те же, допустим, бутылки, которые производятся, они производятся, стекольные заводы работают на газу. То есть у нас экономика завязана на газу. Я уже не говорю о других сферах. И плюс отопление, граждане замерзнут зимой. Чем топиться? Хорошо в селах, там где-то дров найдут, где-то биомассой. А в городах людям что делать? Да и в селах тоже не все смогут топиться. То есть люди очень в отчаянном, я бы даже сказал, уже состоянии. Состояние.